Лекарства могут стать дешевле. Насколько безопасна работа на фрилансе? Как попасть на Универ ТВ? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анастасия Кузьмина. 17 октября в здании Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошел заключительный этап ежегодного республиканского конкурса «Лучший государственный служащий Республики Татарстан». Были представлены несколько проектов на разные темы, которые были призваны улучшить жизнь обычных граждан. Ключевым членом жюри выступил руководитель администрации Раиса Республики Татарстан Асгад Сафаров. Руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов акцентировал внимание на ответственности, которая должна быть у каждого участника конкурса перед всеми жителями республики. В этом году заявилось большое количество конкурсантов, 74 человека из 33 государственных органов. Традиционно много служащих заявляется в Государственной инспекции, в Министерстве соседского хозяйства и продовольствия. Многие сегодня тоже увидите представители этих стран. Оценку мы будем проводить по четырем кривериям. Это актуальность проекта, наличие в работе аргументации, четких соответствий на вопросы членов комиссии, ораторское мастерство. Оценка осуществляется по пятибалльной системе. Кроме того, я обращаю внимание, что если вам понравилась конкурсная работа, вы видите потенциал, целью в этой конкурсной работе, вы можете дополнительно поставить этому конкурсанту до пяти баллов. Ну, подчеркиваю, это право членов комиссии, а не обязанности. И эти права предлагают использоваться только в случае, в случае. 17 октября в Казанском федеральном университете прошла встреча с публицистом и богословом-протеереем Олегом Стеняевым. В мероприятии приняли участие студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Об основных темах встречи расскажет Николай Осуховский. 17 октября во втором корпусе Казанского федерального университета прошла встреча с Олегом Стеняевым. Известный писатель, публицист и богослов провел встречу со студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Священник Русской Православной Церкви затронул многие темы, которые касаются современного мира и духовного мира человека. Также особое внимание Олег Стеняев уделил образованию и традиционным ценностям. Помимо этого, на встрече присутствовала и заведующая кафедрой философии и религиоведения Казанского федерального университета Елена Кузьмина. В эти дни в Казани вчера и сегодня проходит православная книжная ярмарка «Радость слова», которая организована издательским советом Русско-Православной Церкви. После планируется интеллектуальная игра для студентов на соответствующую тему. Ждем очень интересные и насыщенные мероприятия. В обсуждении также приняли участие и сами студенты. Поднимались вопросы, касающиеся самоопределения и семейных ценностей. Встреча с Олегом Стеняевым была запланирована в рамках православной книжной выставки форума «Радость слова», которая проводится в 2023 году в городе Казань. Богослов беседовал со студентами о важности традиций и семьи для каждого человека. Сегодня было праздничное богослужение в Кафедеральном соборе. А сейчас будет просто встреча, будем говорить о традиционных ценностях и с учетом традиционных религий. И они должны думать о своих традициях, о христианских традициях, исламских традициях, иудейских традициях. Потому что без традиций жизни – это все равно что без фундамента. Подобные встречи в Казанском федеральном университете проводятся часто. В современном мире очень многое зависит от взаимодействия разных поколений. Олег Стеняев поднял важную проблему отцов и детей. Также он отметил, что у студентов Казанского федерального университета есть большой выбор в определении своей будущей профессии. Николай Суховский, Кристина Отекина, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ приготовления полиморфов. В будущем именно это позволит существенно снизить затраты на разработку и внедрение новых лекарственных средств. О том, что из себя представляет полиморф и как это будет использоваться в медицине, узнаете в следующем сюжете. Каждый лекарственный препарат имеет уникальное кристаллическое строение, которое определяет его фармакологические свойства. Полиформы, в свою очередь, представляют собой разнообразные формы одного и того же вещества, которые могут иметь различные свойства, такие как растворимость и биодоступность. Поэтому от кристаллической упаковки зависит скорость растворения вещества в воде и в ради случаев то, на какой орган лекарственное вещество будет действовать. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ приготовления полиморфов лекарственных веществ, который поможет облегчить их скрининг и существенно снизить затраты на разработку и создание новых лекарственных средств. Последние несколько лет мы занимались лекарственными веществами, в частности эндомитоцином, для которого показали, что можно существенно облегчить поиск полиморфов для этого вещества. А полиморф – это один из видов кристаллических упаковок. Вещества, которые, как я говорил, уже имеют одну и ту же химическую структуру, но в кристаллах молекулы располагаются по-разному. Известно, что разные полиморфы могут иметь различные свойства, и некорректный выбор полиморфа может привести к потере эффективности препарата. Поэтому одной из основных проблем в процессе разработки лекарственных веществ является получение желаемого полиморфа. Например, для лечения слизистых оболочек рта, горла и легких скорость растворения должна быть высокой, а для желудка и лечения кишечных заболеваний – меньше. Разработка ученых Казанского федерального университета позволит получать различные упаковки кристаллического строения лекарственных веществ с повышенной частотой и улучшенными свойствами, что является ключевыми показателями эффективности препаратов. Индомитоцин – это уже широко распространенный препарат, который у нас в аптеках продается и предлагается. То есть это нестероидный противовоспалительный препарат. Интересен он тем, что для него полиморфы эти изучали с конца 60-х годов. Для чего изучать полиморфы? Для лекарственных веществ. Это связано с тем, что у разных полиморфов разная так называемая фармакокинетика, то есть скорость растворения. А это влияет на то, на какой орган это лекарственное вещество будет влиять у нас. То есть где оно будет вызывать иммунную реакцию, соответственно выработку антител против тех или иных, например, вирусов. Новый способ приготовления полиморфов в лекарственных веществ, разработанный в Казанском федеральном университете, представляет собой значительное достижение в области фармацевтической науки. В дальнейшем он может использоваться в создании новых лекарственных препаратов с улучшенными фармакологическими свойствами. Наряду с этим метод также может быть полезен для фармацевтических компаний. При выборе оптимального полиморфа в процессе разработки и оптимизации существующих препаратов. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Еще со времен начала пандемии в 2020 году удаленная работа перестала быть чем-то удивительным. Тема фриланса настолько распространилась, что самозанятых работников можно встретить в каждой кофейне крупного города. Какие подводные камни скрывает под собой фриланс и как устроена такая работа? Недавно был проведен опрос среди россиян, где 14% респондентов проголосовали за Казань как за лучший город для работы на фрилансе. Он представляет собой внештатную работу. Человек выкладывает на специальный сайт перечень своих услуг, портфолио и свои расценки. А после дело за заказчиком. Существует множество веб-сайтов, на которых можно найти любого специалиста. Размах невероятен. От электрика до дипломированного менеджера. Я уже два года работаю на фрилансе. Я пишу коммерческие текста на заказ, а также делаю видео и текстовые обзоры. Что касается плюсов и минусов работы на фрилансе, конечно, как и в любой работе, мне кажется, их равнозначное количество. Из плюсов то, что ты сам устраиваешь свой график. Ты можешь, например, во вторник в 3 часа дня пойти и позаниматься в спортзале или заняться какими-либо своими делами. То есть во время, когда все на работе. А также из минусов хотелось бы выделить то, что часто бывают разные ситуации и разные люди и разные заказчики. То есть один заказчик может перепроверять и перепроверять твою работу по несколько раз. И так как у тебя нет никаких гарантий со стороны заказчика, ты должен их, соответственно, много-много раз фиксить. Само выражение «фриланс» не новое и даже не относится к новомодным словам. Этот термин использовал еще Вальтер Скотт в своем романе «Айвенга», где фрилансером он назвал средневекового наемного воина. Люди часто относят к ним любого человека, который работает из дома. Но на деле для такого звания требуется гораздо больше условий. Плюсом в этом формате заработка достаточно. Самый выделяющийся из них – самостоятельное распределение своего времени и выбор места работы. Ведь начальства как такового нет, и выполнять рабочие задачи можно хоть лежа на пляже. Главное, чтобы под рукой был телефон или ноутбук с подключенным интернетом. Но с 2019 года для отвергающих офиса и совещания все значительно усложнилось. Ведь в этом году был принят закон о введении налога для самозанятых. Это дополнительно означало, что без данного статуса работать вне штата незаконно. Поэтому, чтобы стать внештатным работником, в наше время необходимо пройти через процедуру оформления подобного статуса. Чтобы узаконить свой доход для федеральной налоговой службы. Фриланс – это такая форма занятости в настоящее время, которой занимается достаточно большое количество граждан Российской Федерации. Как мы знаем, порядка 10% трудоспособного населения России занимается именно работой во фрилансе. Это порядка 7 миллионов граждан Российской Федерации. Из минусов, конечно, стоит упомянуть, это и законность действий. То есть, никто не освобождает от ответственности. И, соответственно, фрилансеру необходимо следить за уплатой налогов, дабы не попасть в те сводки новостей, которые были у нас предыдущие три месяца, когда объявилась такая охота на блогеров. Что же касается надежности такого вида работы. Основным отличием специалисты выделяют отсутствие стабильности, ведь свободный трудовой рынок может быть непредсказуемым. И в определенный момент заказы пропадут, а с ними и доход. В этом случае работа по найму значительно облегчает жизнь и дает чувство уверенности в своем будущем. Риски – это, в первую очередь, поиск заказчиков. Фриланс построен по тому принципу, что сам фрилансер ищет заказчиков для работы. В один месяц у него может быть большой доход, в следующем месяце может быть только один заказчик, либо вообще может не быть проектов. Сейчас условия для работы на фрилансе максимально обширены. Ведь существует огромное количество курсов для освоения навыков специалиста любого профиля. А также множество площадок для размещения своих услуг. Главное – помнить крылатые выражения. Заплатил налоги – спи спокойно. Валерия Карташова, Кристина Отсекина, Александр Кузнецов, Универньюз. Телеканал УнивертВ продолжает свою собственную ежегодную традицию – кастинг ведущих Универньюз. О том, как будет проходить отбор и кто может принять участие и попробовать себя в чем-то новом, расскажем далее. Телеканал УнивертВ уже много лет дарит зрителям ежедневные выпуски новостей, которые помогают оставаться каждому в курсе последних событий. Ведущие новостной программы в основном студенты разных факультетов и институтов, которые готовы научиться основам работы на телевидении, попробовать себя в роли самого настоящего диктора и улучшить навыки ораторского мастерства и работы на камеру. Так 10 ноября Универньюз объявляет кастинг телеведущего, где принять участие может каждый. Состоит он из двух основных этапов, во время которых руководитель службы новостей поможет участникам выявить основные ошибки и трудности говорения и работы с камерой. Главным призом станет возможность стать не только постоянным ведущим ежедневных выпусков новостей, но и других научно-популярных программ, которые совсем скоро увидят свет. 10 ноября у нас стартует ежегодный кастинг телеведущих, стартует первый этап, он будет проходить в два этапа, это сразу я раскрою некоторые такие тайны, подводные камеры, так скажем. Приглашаются студенты и не только, всех возрастов на самом деле, девочки, мальчики, амбициозные, харизматичные, которые не стесняются камеры и которые хотят попробовать себя в роли настоящего ведущего телеканала. Одним из тех, кто стал победителем кастинга телеведущих в прошлом году, Максим Мартынов. За время своей активной деятельности он стал постоянным ведущим новостей и всегда отзывается об универньюз, как об источнике опыта и новых знаний. На кастинг студент пришел вместе со всеми и смог проявить себя как человек, который готов учиться и принимать новый опыт. С тех самых пор Максим в составе еще нескольких лидеров прошлогоднего кастинга попробовал себя и в роли корреспондента, и в роли ведущего. На данный момент новый отбор телеведущих даст возможность новостной и другим программам увидеть новые лица и дать каждому желающему попробовать свои силы на телевидении. Кастинг проходил следующим образом тогда. Мы все собрались в одном месте, записывались тогда вот в такой маленькой студии АСБ-41. И, естественно, ты рассказывал о себе, затем ты, естественно, читал какой-то отрывок из новости и, соответственно, отсюда уже определяли, будешь ты ведущим или нет. Как ни странно, я даже был в шоке, когда попал в списки, а спустя потом несколько дней я провел свой первый прямой эфир. Напомним, что первый этап кастинга будет проходить во втором высотном корпусе уже 10 ноября. Все желающие могут прийти и дать волю своим ораторским способностям, своими глазами увидеть студию записи новостных выпусков изнутри и овладеть навыками работы с телесуфлером. И помните, что стать звездой телеканала Универ ТВ может каждый. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok